Новый год А знаете ли вы, что раньше ёлку украшали исключительно съедобными игрушками? Сначала это были посеребряные и позолоченные картофельные. На ветке новогоднего дерева вешались фигурки из вафель, ароматные пряники, печенье, орехи, фрукты. К ветвям ёлки прикрепляли дольки цитрусовых фруктов, палочки корицы и цукаты. Каждый из сладостей символизировал нечто важное. Например, яблоко олицетворяло обильный урожай, яйцо – непрерывную жизнь, орехи – загадочность божественного проведения. Все эти сладости съедали в новогоднюю ночь, а обёртки оставались висеть. В старину наряженная ёлка таким образом приписывали магическую способность отгонять нечистую силу. На Руси ёлочные игрушки делали из тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек. Так продолжалось до середины XVIII века. Потом игрушки решили делать более нарядными. Золотили еловые шишки, яичные скорлупки, покрывали тончайшим слоем чеканной латуни. Делали бумажные цветы и игрушки из воска. Затем в моду вошли стеклянные шары. Искусство их изготовления хранились в строжайшей тайне и передавались из поколения в поколение мастерами одного дела. Эти шары, обсыпанные серебряной золотой пылью, стоили очень дорого и были не по карману многим людям. Стеклянные шары появились в Германии в XIX веке. И если верить одной легенде, произошло это совершенно случайно. Жил да был мастер стеклодов. Вот пришло время наряжать ёлку. А у него не было денег на сладости своим детям. И он решил их удивить. Дождавшись, когда дети уснули, взялся за привычную работу и выдал из стекла всевозможные игрушки. Яблоки, конфеты, груши, пряники. Всё это искрилось, светилось, переливалось. Говорят, детям эти украшения очень понравились. И они даже не огорчились, что не могли их съесть. Менялись времена, а вместе с ним и ёлочные игрушки. В 30-е годы прошлого века ёлку стали украшать картонные фигурки пионеров, челюстенцев и тружеников полей. На шарах появились звёзды, а на самом видном месте сверкали серпы и молды. Не были забыты и другие любимые игрушки детьми. Появились обезьянки, собачки, слоны, медведи. И в это же время появились разноцветные стеклянные бусы. Даже во время Великой Отечественной войны продолжали изготавливать ёлочные украшения. И хотя для этой цели использовали производственные отходы, игрушки всё равно получались великолепными. Переплетённые золотистыми красными нитками домики для птиц, красивые корзиночки, пятиконечные красные звёзды, внутри которых помещался советский герб. Люди праздновали Новый год и верили в победу. Самыми популярными игрушками на военных ёлках были парашютисты, самолёты, танки. Всё это делали из папье-маше и картона. И иногда такими игрушками даже становились перегоревшие электрические лампы. В послевоенные годы в честь полётов в космос появились космонавты, игрушечные спутники и ракеты. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина были выпущены наборы игрушек с соображением его героев. Это «Золотой петушок», сказка о рыбаке и рыбке «Руслан и Людмила», а также фигурки из других сказок «Чиполина», «Доктор Айболит», «Красная шапочка». В подмосковном Клину есть музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». В нём представлено более трёх тысяч ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть и кремлёвские звёзды, и стеклянных космонавтов, и игрушку в форме кукурузы. А самые старые игрушки, стеклянные снегурочки, более ста лет. Кроме того, в выставочном зале расположена стеклодувная мастерская, цех по окраске шаров, сувенирная лавка и ледяная комната, в которой дети могут написать письмо Деду Морозу. Проходят годы, меняются ёлочные украшения, но не меняется очарование новогодних праздников. И каждый год, когда с полки осторожно снимается заветная коробка со старыми ёлочными игрушками из детства наших бабушек и дедушек, мам и пап, мы понимаем, игрушки – это не только праздничные украшения, но порой дорогая семейная реликвия, близкая каждому из нас и бережно хранимая. Тема Нового Года и Рождества не остались без внимания и в литературе, причём особенно популярными являются стихи и святочные истории. Когда держишь в руках эту книгу, а за окном падает снег, завывает ветер, то мысли по неволе обращаются к чему-то неведомому, а в ображении рисуют нечто фантастическое, волшебное. В этом можно убедиться, прочитав рассказы и стихотворения Державина, Фиета, Гоголя, Куприна, Лескова и многих других русских авторов. Прекрасным дополнением литературного содержания являются иллюстрацией старинных рождественских открыток. Эту книгу по праву можно назвать одной из вершин позднего творчества Ивана Сергеевича Смелёва. Она состоит из трёх глав. Праздники, праздники радости и скорби. И здесь мы тоже можем прочитать о Рождестве. Рассказ о чудесном празднике погружает нас в реальную дореволюционную Россию. Автор настолько тонко и волшебно передаёт дух и атмосферу Рождества, что с книгой надолго не хочется расставаться. Книга для взрослых Олег Рой Кот личного счастья Сейчас день подходил к концу. Наступал вечер. Зато какой! Настоящая рождественская сказка. Медленно кружась, снег падал крупными хлопьями и легко с каким-то особенным истинно петербургским достоинством оседал на крышах, на проводах, на узорных оградах, ложился пышными сугробами, сверкая в свете фонарей и по-новогоднему украшенных витрин. Необыкновенно добрая, полная веры в чудеса и помогающая обрести веру в себя книга. Книга о том, что все, чего ты захочешь, можно достигнуть. Главное, очень этого хотеть. Не бояться своих желаний и идти к мечте.